Дорогие друзья, мы продолжаем наш уникальный тренинг по специальному мануальному массажу и мануальному воздействию на тело человека. Сейчас переходим непосредственно к манипуляции, к мануальной коррекции позвоночника. Вот мы тело подготовили, растерли, делали это все уже с вибрациями. Что такое вибрация, вы поймете уже в процессе работы, почему мы их так часто делаем. И сейчас будем продолжать делать. Вот сейчас я вижу, что у человека завален таз налево получается, вот туда. То есть, соответственно, при бегом осмотре, сейчас мы подробно не будем диагностировать. При бегом осмотре видно, что он туда завален. Соответственно, скорее всего, ротирована нижняя часть позвоночника. Вот мы ее, кстати, видим. Раз, два, три, четыре, где-то четыре позвонка нижних. Они вот ротированы, получается, влево. Соответственно, мы можем логически предположить, что наверняка где-то езгут до модели ротированы позвонки вправо, наоборот. То есть, компенсационно-наторный организм себя будет выпрямлять и подстраивать позвоночник, так как ему это кажется более выгодно. Чтобы было симметрия, лучше положить руки одинаково в стороны и пропальпировать, быстро прощупав позвонки. Внучка, кстати, у него, у данного пациента практически левосторонний сколиоз. Уникальный случай, когда он целиком весь практически налево завержен. То есть, у него грудная клетка правая больше оказалась, чем левая. Вот настолько, представляете? Ждателька разная. То есть, то, что я вам рассказывал, что обязательно компенсационно-наторный влево-вправо. Бывают случаи, когда от природы люди, либо всегда, ну, всегда есть разница в ногах, да? Там 3-4 миллиметра, почти у каждого у нас разница в длине ног, да? Разные размеры подвздошного гребня слева и справа могут быть, да? В итоге, может быть, сколиоз односторонний. Это редкий случай, конечно, бывает, что он односторонний. Разная длина ребер слева и справа бывает, да? Ну, все мы не идеальны. Это нормально, это бывает. Соответственно, причина, скорее всего, не в длине ног у данного пациента. Проверяем косточки, лодыжки на одном месте, проверяем пятки, вот, на одном месте лежа. И проверяем большие пальцы. Идеально. Вот, у меня ноги не искажены. Практически, можно сказать, что все идеально, да? Значит, идет искажение отсюда. От кисового подвздошного сочленения и выше. Давай проверим, вот тут еще позвонки. Так, еще раз хочу просто повторить, что это просто бегло осмотр пациента. У нас сейчас нет целию продиагностировать его всего, да? Нам надо просто пропальпировать позвонки. И сразу увидим, что они либо ротированы, либо повернуты. Влево, вправо, да? Для этого нам надо проверить по одному позвонку. Вот, ассист-атроски мы щупаем сзади, что? Ассист-атроски. По одному позвонку мы не можем понять застоверностью, да? Поэтому надо обязательно, как бы, проверить соседние. Ниже, как они идут, да? И верхние. То есть, мы делаем качающие такие движения, мы же двумя руками. Любыми пальцами, можно большими, как угодно. Можно вот так вот. Кому как угодно, с утяжелением. Если тело достаточно грузное, проверяем. Вот, в принципе, идут ровно. Но, так вот, пошла ротация вправо теперь. Ага, ну, как я и говорил, вот, примерно, вот эту группу позвонков фронтирована вправо, вот эта группа позвонков влево, да? Здесь почти ровно все идет. В нашей скорлевознике. Да. Если голова повернута в нашу сторону, то, в принципе, некоторые верхние грудные позвонки могут быть дополнительно ротированы еще в противоположную сторону, да? Попросим пациента повернуть голову влево. И у него вот эта дуга вот ушла еще больше вправо, видите? Против этой дуги. Вот. Сейчас мы будем такие стандартные воздействия делать, да? Не специфические. А потом перейдем уже потихонечку к лечению сколиоза. Значит, вот мы отмассировали, да, человека, размяли, спина стала мягкая. Функционально-мышечные блоки убрали. Теперь мы его корректируем вдоль оси позвоночника, растягивая по диагонали. Здесь упираемся в лопатку, или даже не в лопатку, а в реберно-позвоночную дугу. Вот помните, я вам говорил, если ткань отодвинут, да? Вот она видна, вот этот бугорок, косточки. И тут как раз ребра начинаются. А с этой стороны мы упираемся в подвздошную кость. По диагонали, понимаете? Тут мы как бы упираемся вот в эти ребра, а тут в кости. И по диагонали будем так вот его растягивать, скручивать. Делается это достаточно быстро. Сейчас я покажу. И есть нюанс в давлении. Либо мы усилие делаем на переднюю руку, на верхнюю. То есть будут стучать, хрустить именно ребра. Либо делаем усилие на скручивание таза. То есть будет хруст именно вот в этом месте раздаваться. Показываю на выдохе. Все приемы делаются на выдохе. Да, все пациенты тоже знают, поэтому многократно повторять не буду. Вот, сам дыши, чтобы я слышал. И вообще, всегда предупреждаются клиенты. Сейчас мы будем делать мануальную коррекцию. Расслабились, релаксируем, не сопротивляйся, доверяй мне. Просто дыши. Желательно делаем выдох такой активный, чтобы я слышал. Вот. Было что-то, да? А в этот момент я видела, раскрачиваю его, где он расслабился. Вот, максимально на выдохе. На выдохе расслабился и еще раз. Ну, может быстрее уехать. О, там два. Вот, дремра пропустели, здесь не хрустело. А нам надо было как раз развернуть. Ну, вообще, для обычных, я делаю все симметрично. Если у человека сколиоз, то, соответственно, с этой стороны мы, получается, он правосторонний, мы больше давим в эту сторону, а с этой стороны левосторонний давим в противоположную сторону. Ну, вот, я покажу, как мы делаем для симметричных человеков. Раз, раз. И для этого наш весь тело находится ровно над ним. Точка цареста прямо проецируется на кость-позвоночник. Раз, два, три. Ну, может, четыре у некоторых, да? Там школьники приходят, им вообще долго дышать не надо, сразу на одну выдохе. Раз, два, три, четыре. Теперь, вот, то же самое можно, если все-таки не расслабляется человек, использовать постезометрическую релаксацию, то, что я вам в прошлый раз показывал, да? Для этого берем человека за подвздошную кость спереди, только кладем аккуратно на ладонь, чтобы не передавить ему левку узлы, ну, и там, животных, кишки не прищемить. Вот, вытягиваем сюда, а он пытается сопротивляться тазом вниз. Давай еще раз, сопротивляйся, все, ослабили, потренировались, лежи, лежи, и противоположные рёбра, опять по диагонали, да? Давить будем вниз, поднимай рёбра, о, не лопатку, не лопатку, нет, не лопатку, а рёбра именно, вверх, о, бок, бок, да, все, 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 выдох, фу. Потренировались, дали понять человеку, что мы будем делать, и теперь на вдохе, вдыхаем, сопротивляйся, бедрами, выдохнули, еще раз, выдохнули, еще раз, все, быстро сняли релакс, напряжение человека, да, вот он релаксирует, и теперь с одной стороны её скручивания, берем так же, под бедро, а противоположной рукой я натягиваю до предела, по диагонали, но, соответственно, сначала идут вот эти мышцы, нижняя паравертебральная и квадратные мышцы, которые, видимо, к эпициклёвым, да, иной раз достаточно просто их растянуть, прорелаксировать и поддержать. Если нужно, можно вот чуть-чуть раскачав, еще раз выдох, и надавить в этом месте, и переходим теперь на реберную дугу, опять. Раз, два, три. то есть что я делаю я не просто взросла чего-то куда а я довожу до предела вот предел уже до после этого несколько таких качать качка образно движение на что почувствовать дело расслабилась как четко как только почувствовал расслабился тут уже раз я дам если у него ребра были позвонки были вот тут справа ушли да то можно в этом случае их позвоночник еще немножко надавить только опять же давим мы не прямо сестра отростки да а я как бы ткань собрал мясо да и вот через неё на позвоночник давлю тряпочку сюда использую чтобы руки не дай бог не соскочили соскользнувшие руки ведут к травмам либо спазм будет у человека и человека тоже предупреждает чтобы он не дергался если он дернется он сам себя может спормирует какую-то там мышцу да это пицц виду начинают натянуть так черт показываю при подняли тут я уже в лёбра вы видите валик создал под лёбрами все равно по диагонали то со всеми говорят да в случае по поправить грудной отдел тяжело крупные позвонки и широкие мышцы жесткие но в некоторых случаях можно когда я вот так подавил до связь с весом на человеке да тоже смотрите вот я его раскачиваю вот дошел до предела то делаешь не идет до только после этого на выдохе надавил следующий прием только с тазом работаем уперлись в подвздошную косточку а эта рука противоположно держит ребра просто придерживаю чтобы они не укатились до наряду лучше не дает резко потому что там почки поднимается резинка наше воздействие идет на руку на нижние на речь и переход позвоночник крестцовый да тут может прощелкать 455 с 1 вот эти вот косточки да и крестцового подвздошного сочленения вот это вот так же может прощелкать смотреть что мы делаем рабочей рукой раскачиваем до предела вот он придет дальше не дальше не качается до предела доводим не чувствую когда человек расслабился после этого раз делаем резкий удар и то же самое противоположен сторону вот растянули раскачали руки крест-напрест кладем для того чтобы лишний раз они не расползлись сами себе продохраняем еще раз повторяю это рука рабочая на ребрах она просто придерживает последний момент вот я раскачал потом ударил движение идет обоих ударов по диагонали противоположен сторону мы его как бы подняли раскручиваем спиралевидно то есть не просто в бок а еще и вниз вот туда и тут тоже не просто в бок и поддерживающим вверх диагонально понимаете заблокировали вот это вот место далее мы можем позвоночник поясни свиней усилить воздействие тем что берем то же самое что делали практически с бедром на делаем теперь со всей ногой всю ногу приподняли хватать столько выше коленки что в коленку не передавить да и давим сначала на крестово-подвозже на расширение потом можем также лёбра продавить видеть туда больше получается у нас и также поясничку теперь можем придется поясню сюда и продавить ее противоположен сторону кому-то удобно может быть для большей малёвности брать ногу вот на руку да на бицепс так можем дополнительно и раскрутить вот и поймать тот момент какой давить сейчас мы проходим все вот эти вот диагональная мобилизация позвоночника да а в следующем видеоролике мы пройдем вертикальную мобилизацию с декомпрессии то есть мы будем воздействовать на растяжение об этом как говорится в следующем видеоролике поэтому не теряйтесь смотрите нас но смотрите вы честно говоря зря лучше приходите на практике да вот человек показывает пальцы ему понравилось большие лайки на старте и на практике поздавайте все вместе с нами потому что многих нюансов на видео сказать невозможно это только тогда произойдет когда мы поставим вам руки непосредственно здесь на тренинге до новых встреч друзья